друзья всем большой привет меня зовут наталья вы на моем канале о вязании сегодня 11 апреля и я к вам с готовой работой есть у меня готовая работа вот такая красота получилась очень понравилось то что у меня вышло я вам сейчас расскажу об этой работе все подробно и во второй части по многочисленным просьбам покажу девочки свои дачные дела свою рассаду поэтому кто пришел посмотреть вязание в первой части кто любит дачные дела оставайтесь и покажу то что у меня сейчас растет и так как вы уже видите у меня готова детская жилетка посмотрите какая на мой взгляд получилась интересная модель давайте сразу скажу по пряже быстренько потом по жилеточки пихорка детский каприз fit использовала пряжа номер цвета 382 здесь 50 граммах 225 метров стопроцентный пан высокообъемный вязала в две ниточки на три месяца и по расходу у меня ушло 75 грамм вот у меня было два моточка я переживала что не хватит а у меня еще очень много пряжа осталось и так вязала на три месяца как уже сказала но мастер-класс получился подробный в мастер-классе в начале тоже объяснила если будете вязать на другой размер каким образом это можно сделать основные все техники все конечно же я показала и рассказала где посмотреть какие таблицы все это тоже там объясняю решила сделать жилеточку на пуговицах они растягиваются все чтобы удобно было малышу одевать через головку плечевые швы сшиты у меня при помощи крючка мне кажется тоже все аккуратненько здесь у меня вышло проймы обработала то есть отдельно потом поднимала петли платочной вязкой вывязывала горловинку тоже отдельно поднимала петли вывязывала сначала хотела резиночки здесь сделать резинку один на один также как вот по низу у меня идет но потом решила чтобы перекрикалась это все и с планочкой и с основным узором решила платочную вязку пустить и мне кажется так намного интересней смотрится еще раз давайте покажу кто первый раз зашел вот таким узором интересным связана жилетка подойдет и девочки мальчику на мой взгляд узор универсальный интересно тут у меня тоже получилось как раз вот у меня этот ромбик ромбики вот здесь вписались и так вот довольно здорово на мой взгляд вышло вот так по спинке она выглядит она у меня не стираная поэтому видите узорчик еще сбегается он за счет того что тут идет часть лицевых часть вот изнаночных и петель дорожки немножко полотно сбегается вот имейте ввиду при вязании этого узора что когда полотно изделие само постирается она немножко вот так вот вниз раздастся то есть сам узорчик немножечко разровняется в принципе вяжется несложно здесь единственный сложный момент вот на мой взгляд который я отметила это следить за узором сначала все легко мы узор вяжем по кругу до тела вот это основное мы вывязываем потом когда уже отделяем перед и спинку вывязываем отдельно еще вот эти вот полочки здесь нужно конечно смотреть я постаралась мастер-классе это объяснить там узор допустим идет 10 петель и вот с одной и с одной и с другой стороны по моему так было середины узора нужно сначала схему смотреть потом сначала чтобы правильно нам все здесь выйти но я постаралась там показать это объяснить все надеюсь что будет понятно вот это наверное самая такая была большая сложность чтобы не запутаться в узоре а так в принципе ничего сложного абсолютно если вязать по мастер-классу я подробно все показывала я думаю что труда не составит большого ну вот такая красота еще в этом цвете мне очень нравится пряжу мне ольга присылала подписчица ольга огромное спасибо еще раз вам за ваши подарки за вашу пряжу у меня еще лежит много разных артикулов тоже обязательно что-то буду вязать но вот такая у меня жилеточка с вашей пряжи получилось вот тоже прям на спинке хорошо видно что немножко стянутый узорчик после стирки все отлично будет вчера буквально был вопрос когда выйдет мастер-класс а сегодня у нас вторник постараюсь в четверг девочки если что не буду сто процентов говорить по разному добывает дела складываются но я постараюсь в четверг выпустить мастер-класс четверг пятница вот в эти дни если что кто ждал мастер-класс постараюсь выпустить на канале а теперь потренировалась на этой жилеточки много чего вспомнила разные техники так в принципе как и хотела мне нужно будет вязать 2 2 жилета может быть даже и 4 скорее всего в школу моим детям в первый класс чтобы сменные были наверное я им каждому дочке сыночку свяжу по две жилеточки по 2 безрукавки и вот единственное там я наверное буду делать v-образные вот эти вырезы такие более строгие до симпатичные обязательно буду скорее всего снимать для вас мастер-классы потому что тоже спрашивали хотят к школе детям вязать жилетки были просьбы такие когда будете вязать своим деткам снимите мастер-класс девочки я постараюсь конечно начинаются сейчас у нас дачные дела немножко под затянулась у нас весна зима даже наверное точнее сегодня опять шел снег холодно поэтому когда на дачу мы сможем попасть пока не знаю стараюсь сейчас как можно больше выпускать для вас мастер-классов вязать но когда начнется у меня дать эти вчера подписчица у меня спрашивала то ли у вас когда дачные дела начнутся вы будете для нас что-то снимать или некогда будет конечно же как и каждый год возможно меньше просто будет видео на канале выходить но я естественно вечерами также буду вязать там когда погода нет дождливая погода буду снимать мастер-классы я никуда пропадать не буду буду стараться оставаться с вами поэтому не переживайте будут мастер-классы все будет в планах уже и косыночки и повязочки вязать уже вот 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 нужно будет начинать поэтому мастер-классы скоро будут разные разнообразные ну вот такая у меня готовая работа который я очень конечно же осталась довольна буквально вот только что пришила пуговицы и сразу решила вам показать все что у меня получилось на этом по вязанию пока у меня все новости кто любит дачные дела приглашаю как и сынок был мой говорит мама я пошел к тебе на огород там лучок у нас растет это в комнате у нас в отдельный он туда ходит вот лучок себе к супчику сорвет и поэтому приглашаю вас к себе на в домашний огород так скажем сегодня у нас как раз пасмурно возможно получится снять рассаду она у меня в основном вся стоит на подоконнике эти дни было очень яркое солнце хотела вчера попробовать снять бесполезно поэтому попробую сегодня показать вам вот таком состоянии сейчас мои перцы их вот даже видно те которые высокие вот смотрите какие уже крупные перчики это у меня пойдут в теплицу высокорослые они даже отличаются а вот такие вот низенькие они высажены были все практически одновременно и вот их видно что вот эти вот низкорослые тут допустим подарок молдовы красная лопата вот такие вот есть сорта они пойдут в парник на улицу вот они и пониже в принципе перцы меня радует единственное вот недавно заметила у некоторых желтые листочки семидольные но я посмотрела видео тоже девочки объясняли рассказывали что это ничего страшного абсолютно главное чтобы основная листва была здоровая ну вот вроде и цвет красивый я сегодня их подкормила по листу еще влажные стоят сегодня подкармливала фертика и люкс по листу всю рассаду свою что я делаю еще семидольными листиками хочу сразу вам сказать вот можете посмотреть что у меня их вот здесь нет уже да то есть когда рассада уже вот такая крупная листиков 5 хотя бы уже настоящих у нее есть я обрезаю один листик семидольный и через ну где-то недельку 2 обрезаю тем самым рассада немножко притормаживается не так тянется вверх и хорошо наращивается корневая вот вам покажу надеюсь что видно будет здесь уже очень хорошая корневая просили по подкормкам сказать вот давайте про перцы сразу вам расскажу что делала когда на перчиках появились два настоящих листочка я подкормила их монокалием фосфатом потом недели наверное через две еще подкормила биогумусом и вот сейчас получается 3 подкормка было это по листу фертика и люкс и пока больше ничего делать не буду так будут и расти все меня пока устраивает все хорошо стволик толстенький вот темненьким он становится как бы они устойчивые все пока все нормально ничего не тревожит больше ничего с перцами делать не буду так у меня здесь знаете один сорт это сейчас попробую добраться здоровье называется вот они такие два маленьких сидят в одном в одном стакане и они зацвели девочки представляете вот они бутоны на обоих это ранние видать сорта нужно будет посмотреть скорее всего ранние я здесь убрала коронный цветок уже еще эти два бутона буду убирать здесь тоже буду убирать сейчас немножко еще подрастут чтобы легче было отщипнуть остальные все без бутонов как бы даже их намеков здесь еще нет все хорошо поэтому вот такой вот у меня один перчик получился некоторые перцы вот как допустим здоровье у меня от несколько штук есть они сидят по два в одном стакане так вот здесь они сразу видно что меньше размером вот здесь два это низкорослые перцы и я буду их высаживать сразу вот так два штуки в одну лунку решила в этом году поэкспериментировать посмотреть по урожайности как будет вот с одного куста допустим рядом сколько будет урожай сколько соберу и когда два кустика тоже будут рядом сидеть поскольку я смотрела вот тоже несколько видео показывала вот в последнем женщина она так экспериментировала и получилось что где два кустика в одном в одной лунки до сидели она собрала урожая намного больше то есть это никак не помешало буду пробовать теперь давайте по помидоркам помидорки у меня тут еще маленькие вот они все тут у меня стоят высажены помидоры были в разные сроки вот эти вот высокие допустим помидорки это высокорослые ну по ним видно они тянутся у них междоузлия вот эти большие да по ним сразу это видно это высокорослые здесь у меня хурма идет так еще что черри краски я вам показывала все сорта которые садила можете предыдущих видео по посадкам посмотреть также по перцам тут очень много сортов разных у меня сидит и низкорослые которые в парнички у меня пойдут на улицу я их позже садила на неделю вот они потихонечку у меня тут растут а тоже заметила что семидольные листочки желтеют у меня такого не было никогда поэтому девочки я не знаю что это такое нормально ненормально но вроде как посмотрела видео вчера вечером специально вот несколько вроде как ничего страшного если вот конкретно семидольные листики желтеют вроде так остальная зелень вся более менее нормальная в одном видео услышала что это может быть нехватка питания поэтому пролила сегодня вот их по листу фертика и люкс теперь надеюсь что будет все у меня хорошо немножко конечно скажете что у меня тут все загущено но пока деваться некуда чуть позже я у меня вот здесь стеллаж как вы знаете показывала да я на него поставлю раз расставлю до низкорослые что-нибудь это может быть перцы какие-то низкорослые которые войдут поставлю на стеллаж чуть попозже ну пока пусть так все сидит а по помидорам тоже спрашивали чем буду подкармливать либо подкармливала самая первая подкормка как и в прошлом году у меня была корневином подкормила и где-то через дней 10 еще биогумусом тоже развела биогумус пролила и все и вот сегодня фертика люкс но я даже не планировала их сегодня трогать еще много подкормок не люблю вот именно для помидор это перчики любят помидоры не люблю ну как то вот что желтеют не нравится мне как они выглядят особо вот эти семидольные листики желтенькие как-то сама зелень она не насыщенная она вот немножко все равно желта поэтому решила фертикой сегодня подкормить посмотрим как будет дальше смотрите что тут у меня растет это мой эксперимент с ребятишками я вам показывала что мы посадили огурчик и вот они у нас два огурчика представляете первый раз дома у меня растут огурцы здесь еще завязи есть небольшие я его прищипнула наверное сантиметров он где-то 60 70 прищипнула сверху и стали прям хорошо наливаться огурчики один здесь листик у меня привалил не знаю что это такое эти все здоровые листики все хорошо конечно в домашних условиях выращивать огурчики это очень сложно ну просто эксперименты ребятишкам сейчас дай бог вырастут попробовать так теперь здесь смотрите мы с мамой приспособили она мне принесла свою сушилку у нее лишняя одна была мы ее укрепили постелили картонки это вот вам как идея и к кошку я вот так сейчас вам покажу вот рядом с окном поставила здесь свет хорошо попадает тут у меня цветы растут здесь у меня сальви это самые первые были посеянные так когда я их садила 26 февраля вот они уже такие хорошенькие тут сидят у меня рассаженные дальше бархатцы бархатцы всевозможные по насадила тоже у меня вот эти все уже по ячеечкам рассаженные сидят каждый в своем уже домике здесь еще сальви поздний посев мне они очень нравятся такие красивые цветы такие яркие пятна на дачных участках прям прелесть еще у меня бархатцы есть не рассаженные маленькие это последний посев сейчас покажу вам огурчик огурчик посадила буквально вот недавно это на ранний урожай посадила 2 выскочил только один посеяла точнее в пятницу буду еще несколько штук сеять на ранний урожай в теплицу основной посев огурчиков планирую после 20 числа но поскольку зима у нас нынче никак не хочет уходить холодная весна поэтому все немножко сдвигается еще два перчика самый поздний посев это уже от 23 марта скороспелые низкорослые тоже пойдут скорее всего в парнички на улицу специально посеяла вот таких несколько и помидорки такие тоже вот здесь у меня есть а 29 марта последние это буду подсаживать если вдруг где-то рассада какая-то погибнет или там сломаются допустим чтобы на замену у меня рассада было несколько листиков и помидор вот такие сейчас только заметила это я вчера переставляла все эти у меня помидоры стояли прямо около окошка и один день я просто не успела поставить я тут картонки ставлю чтобы защитить от солнца мы на четвертом этаже живем у нас очень яркое солнце с этой стороны прям обжигающая и вот видимо листик подгорел ну ничего страшного надеюсь что все будет хорошо дальше теперь здесь хочу показать помидорки это как балконное чудо у меня сидят а том красный называется 13 февраля я их посадила активно пошли в рост все было замечательно и вот на такой на такой стадии они затормозились и я не знаю уже просто сколько они так сидят а они набрали на цвет так фокус не знаю будет или нет набрали на цвет вот здесь цветочки и на этом кустике и на этом есть и все и дальше ни туда ни сюда и подкармливала уже и стимулятор давала пересадила в другой горшок большой ну не знаю жду чтобы увезти на дачу может быть там они стартанут у меня такие же четыре я уносила к своей маме они у нее активно цветут там такие желтые здоровые цветы вот не знаю в чем дело а мои два кустика не хотят вот они меня еще бархатцы как вам показала буду рассаживать чуть попозже так и здесь смотрите у меня сидят такие же заколдованные помидоры это у меня сын героя от 16 февраля они красивенькие они толстенькие мне все нравится я их из маленького объема пересадила в большей они стартанули начали расти вот такими стали были вот совсем от малюсики я их пересадила неужели им теперь уже этого объема мало я как-то вот сомневаюсь тут особо корней то не видно больших есть вот небольшие маленькие ну не знаю тоже посмотрю что с ними делать это у меня яблонька эксперимент а покупали в пятерочке сезонные яблоки разрезали а там полностью проросшие одно семечко с огромным ростком мы с детками посадили и вот такая растет яблонька я конечно очень сомневаюсь что у меня что-то вырастет в деревце да ну кто знает экспериментируем меня вот дочь сыночек ходит наблюдает им интересно но я уже закупилась севком все у нас уже полностью с мамой все закуплено по полкилограмма взяли сибирский скороспел вот этот советовали сорт очень но вот взяли вроде хорошенький такой мелкий дальше так это вот такой длинненький тоже симпатичный лучок раньше мы его садили сейчас девочки попробую прочитать написано лук стурон очки не килограмма разные взяли в этом году сорта решили попробовать а то одно и то же садим штутгартен так шетана наверное название тоже новый для нас тоже полкилограмм чека еще два килограмма штутгартена но куда без него мы каждый год его садим у мамы находится тоже она рассыпала подсыхает и это тетя привезла это как семейная называется она как сказала поставить в марганцовку на сутки предварительно вот эту верхнюю часть обрезать и там появятся зеленые росточки сразу несколько вот сколько их будет между ними как бы разрезать головку и сажать и потом из каждой вот этой вот части вырастет еще штук по 11 такие вот кустики на зелень хорошо мы раньше такой садили давно уже у нас как-то он вывелся вот взяли у нее попробуем развести чтобы у нас тоже такой лучок так и вот это я вам еще не показала я же надеялась что будет у нас теплая весна что мы в теплицу сможем пораньше попасть у нас там еще как бы вода ушла но влажная земля очень это я посеяла редиску букетным способом потом вот так просто сразу брать несколько кустиков да как с ячейки и садите в одно место на ранний урожай но мне кажется что она тянется уже теперь она уже перерастает но не получится придется выкинуть куда деваться больше не буду так экспериментировать а если бы она в землю уже попала то я в ящиках хотела выращивать но холодно еще в теплице прямо отходили холодно поэтому сидит пока дома не знаю что будут с ней дальше пока делать ну вот так обстоят мои дела по рассаде в принципе все на мой взгляд хорошо в апреле будем сеять значит огурцы кабачки в конце апреля арбозы дыни наверное все что дома я планировала остальное все уже там будем капусту все это в теплице будем уже на месте здесь я не буду даже пытаться в том году капуста вытянулась пришлось срочно уносить на этом я буду заканчивать большое спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до новых встреч пока пока